Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Например, волевое развитие, когда ребенок умеет преодолевать трудности. Даже просидеть 40 минут на уроке и прослушать учителя, а не просто просидеть, это имеет очень огромные трудности для некоторых детей. Поэтому для того, чтобы дети были успешны, чтобы школа была с удовольствием, конечно, психологическая подготовка необходима. Как программа строится? То есть родители к вам обратились, и как вы с ними начинаете работать? Ну, здесь даже подготовка не только ребенка, но и подготовка родителей. С ними проводится большая консультация, что необходимо делать, как готовить. Ну, например, не говорить детям о том, что придешь в школу, будешь учиться на двойке, или там тебя научат. То есть очень часто родители используют такие слова, которые дети потом боятся идти в школу. Поэтому задача... Например? Будешь учиться, будешь дворником работать, да, распространенное, например. Да, или там не возьмут тебя в школу, или там учитель тебя будет ругать и так далее. А наоборот, нужно создавать ситуацию успеха. Поэтому первая задача – это работа с родителями, чтобы они мотивировали ребенка, чтобы они говорили о школе, как о положительном моменте в жизни, рассказывали о себе вообще, как они ходили в школу, какие трудности были. И говорили не только о положительных моментах, но и о проблемах, которые могут возникать. Может быть, тебе трудно будет решать задачу, мы тебе поможем, мы всегда рядом, и все у тебя получится. То есть создавать ситуацию успеха. И потом, конечно, работа с ребенком, развивающая программа, занятия определенные, которые помогают ребенку настроиться на школу, понять вообще, что такое школа. Вы понимаете, что дети вообще не знают, что такое школа, они знают только по нашим рассказам. Мы говорим, или хорошо эта школа, да, или там это плохо, или трудности. Поэтому вот работа с ребенком потом идет по занятиям на развитие познавательных процессов, на мотивацию ребенка, на вообще обсуждение, что такое школа и как там будет учиться ребенок. А вот с родителями, когда уже их ребенок отучился, первый класс уже во втором, есть работы, есть консультации? То есть, может быть, проблемы еще встречаются во время учебы? Да, во время учебы, возможно, консультации всегда. Я открыта в этом плане. Вообще, я думаю, каждый психолог открыт, потому что идет работа. Да, дети адаптируются вообще до 60 дней, например, в первом классе. Поэтому могут возникать какие-то трудности, может быть, какие-то вопросы, или какое-то эмоциональное состояние, например, ребенка, когда он преодолевает трудности. Поэтому, конечно, мы взаимодействуем, мы очень радуем, когда родители говорят, что все прекрасно, все хорошо. Ну, теперь давайте про детей. Как проходит ваша работа, консультация с детьми? То есть, здесь можно подробнее разложить все по полочкам? Ну, это занятия, которые длятся примерно 30-40 минут, ну, в зависимости от состояния ребенка. Идет обсуждение, что такое школа, как. Обязательно дается задание на развитие психических процессов, там, памяти, внимание, мышление, это очень важно. На развитие речи идет обсуждение, потому что речь развивается только в диалоге. И родители, к сожалению, иногда об этом забывают. Они думают, что если ребенок посмотрел мультфильм или какую-то передачу, этого достаточно. То есть идет прям развитие психических процессов, что очень важно. И обсуждение, и что пугает ребенка. Рисуем мы представление, что такое школа. Тоже очень интересные рисунки получаются. Что дети представляют, что такое школа. Кто-то радостно, положительно и в красках, а кто-то достаточно так сложно, изображая какие-то такие темные цвета или какие-то такие предметы, которые могут даже не относиться к школе. С какими проблемами, сложностями чаще всего к вам обращаются родители? Ну, первая проблема, вообще ребенок не хочет идти в школу. Это первая одна проблема. Она связана с развитием мотивации. Это очень интересно. Когда ребенок идти в школу, развиваются два вида мотивации, которые формируют взрослые вокруг. Первая, это внутренняя, то есть желание получать знания, узнавать и так далее. А вторая, это внешняя мотивация, когда ребенок хочет иметь атрибуты школы, пенал, портфель. И очень часто родители на этом заостряют внимание. Вот ты пойдешь в школу, мы купим тебе портфель, пенал там с определенными рисунками, не говоря о том, что идет процесс познания, развития. И смотрите, что происходит. Например, ребенок на этой мотивации развивался, он приходит в школу, первую неделю он походил, он показал все свои атрибуты, он говорит, а вообще я в школу ходить не хочу. То есть не предупредили о сложностях, о проблемах и что там с ними. Что учеба продлится не одну неделю, да? Да, 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 что там еще столько лет. Вот это вот одно из первых. Второй момент – слабое развитие психических процессов и речи. Вот сейчас это одна из таких проблем в связи с тем, что дети мало разговаривают, родители с ними, что дети очень много находятся с компьютером или с телефоном, а там только монолог и нет диалога, мало читают книги вместе с родителем. Но вообще это должна быть традиция, когда ребенок ложится спать, и родители прочитывают, ну, какой-то там элемент какой-то книги, да, или там какую-то страницу. Это очень важно. И поэтому вот с речью тоже сейчас возникает очень много проблем. А речь связана с мышлением. Чем у ребенка хуже развита речь, тем, конечно, мыслительные процессы тоже слабо развиты. Отсюда и сложность решения задач, например, восприятие. Ребенок не может понять логику решения задачи, что это первое действие, второе и так далее. Вот с этими. Ну, и еще разные тоже моменты бывают. А есть ли у вас работа, программы по работе с детьми с ограниченными возможностями? Нет, к сожалению, такую программу еще не разрабатывали как-то, родители, наверное, не обращались, потому что в основном это программа по запросам родителей. Вот родителям интересно, поэтому мы и реализуем. А нет, с ограниченными возможностями нет. Я думаю, что это перспектива. Идейка, да? Да, 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 спасибо. Как часто к вам обращаются, и что нужно сделать родителям, чтобы к вам обратиться, где вас найти? Ну, сейчас очень много способов найти. Это и телефон, инстаграм, и одноклассники, и контакт. Это все можно найти. Я работаю в педагогическом университете. У нас есть центр «Мир детства», где возможно получить консультацию родителям с детьми до 18 лет бесплатно. Мы выиграли достаточно такой большой грант, и поэтому, пожалуйста, всегда открыты инстаграмы Олеся Дарвиш, одноклассники и так далее. То есть можно найти всегда. А можете дать такой небольшой совет родителям, которые сейчас посмотрят нашу программу, и начальная стадия, начальная работа с их ребятишками? Как им действовать? Вот смотрите, еще три месяца. Это достаточно хорошее время для того, чтобы подготовить ребенка в школу. На что первое обратить внимание? Первое – это развитие речи, о чем я уже говорила. Это чтение книг. Просто вы можете идти гулять по парку и попросить ребенка, вот опиши, что ты видишь вокруг. Давай поищем определенные цвета, да, или опишем что-то. То есть обязательно спросить, как прошел у ребенка день, что-то сегодня интересного у тебя было. Это первое – разговаривать, общаться. Чем больше ребенок будет общаться, тем он потом будет и лучше общаться и с одноклассниками, и с учителем. Это тоже хорошая такая возможность, хорошо адаптируется. Второе – обязательно развитие мелкой моторики. Пожалуйста, пазлы, разные мозаики, конструирование, лепка, потому что развитие мелкой моторики влияет и на то, что у ребенка хорошо будет развито мышление, есть взаимосвязь, то есть с корой головного мозга. И плюс ребенок быстро будет осваивать письмо. Это одно из трудных таких способов, да, письма, которые ребенку бывает очень сложно. Отсюда и нежелание идти в школу, потому что письмо не получается, ему ставят отметки и так далее. И следующий момент, который тоже очень важен – говорить и положительно о школе. Конечно, не надо говорить только «все там будет очень хорошо», но возникать будут трудности. Вообще о школе нужно разговаривать. Что такое школа, как мы учились, что у нас происходило, да, было интересно, друзья у нас появились. Чтобы ребенок вообще представлял. Если вы уже пошли в школу и знаете, какая, можно прийти в школу, можно во двор посмотреть, что это за школа, там сейчас идет практика, ребятишки там учатся и так далее. Ну вот это основные моменты, на которые сейчас нужно обращать внимание. Вы упомянули слово «мотивация». Вот многие родители, ну даже не по своему опыту, а просто знают, что говорят своим детям в первом классе, что получишь пятерку, мы тебе дадим 200 рублей. Четерка и так далее. Это правильная мотивация или все же надо быть с ней аккуратнее? Ну, по-разному к нему относятся, но я как психолог против этого, потому что очень потребности быстро растут. И сегодня это будет там 5 рублей, 10, 20 и так далее. Вообще нужно мотивировать ребенка, что процесс обучения идет для него самого. Вот, к сожалению, на современном этапе, вот это исторически, наверное, так сложилось. То есть родители говорят, мы пошли в школу, не мы пошли в школу, а ваш ребенок пошел в школу, да, и мы все выучились, взрослые, а ребенок учится для себя. И поэтому мотивировать нужно, ты учишься для себя, это первое. Мотивировать, конечно, ребенка надо, можно там в конце какого-то обучения что-то подарить ребенку, да, можно какое-то вкусное что-то купить. Но обучение за деньги, это неправильно, да, ребенок, потом уже родители вдруг не смогут платить, да, и возникнут там сложности. Поэтому, конечно, обучение для себя, это самый лучший мотив. Ты выучишься, у тебя будут знания, ты будешь достигать результатов и так далее. Вы сказали, что консультация детей до 18 лет, как работаете там со средней школой, со старшими? Мы работаем со всеми категориями, вот до 18 лет. У нас были родители на консультации с детьми 3 лет, да, там кризис 3 лет, то есть разные проблемы возникают. Поэтому на сайте педуниверситета можно выйти, посмотреть, у нас есть там телефон, созвониться и записаться. Ну а с какими проблемами все-таки старшеклассники обращаются? Или все-таки чаще родители обращаются? Ну, чаще родители. Родители подростков обращаются, потому что не могут найти какие-то контакты, взаимоотношения, или ребенок уходит в себя, или дети сейчас очень часто зависимы от гаджетов, то есть с ними больше общаются, чем с родителями. Ну, в основном подростки это взаимоотношения взрослых и детей, потому что восприятие, дети уже становятся взрослыми, по своему ощущению внутренним, а родители, к сожалению, иногда относятся к детям, и поэтому вот это конфликтная ситуация. Также обращаются по адаптации ребенка к школе, это тоже одна из таких тем, потому что нужно объяснить вообще, как адаптироваться, как ребенку помочь. Вот одна тоже из ошибок, когда, например, ребенок приходит из школы, и мама говорит, что тебе задали? Она берет дневник, она берет, ищет страничку, она все делает сама. То есть задали ребенку домашнее задание, мама уже тут активно это почти выполняет, это неправильно. Ребенок должен сам сесть, найти, посмотреть, что ему задали, это очень важно. Когда вот он уже не может и не получается, тогда он обращается к маме и говорит, мама, помоги, у меня там не решается задача. Потому что очень часто мы делаем много то, что ребенок за него, то, что он может делать сам. И тут и самостоятельность, тут и волевые качества у него проявляются. И если мы хотим, чтобы ребенок учился сам, да, последующие года, то с первого класса нужно приучать его к тому, чтобы проявлял больше самостоятельности. Не за него делать. Ну, смотрите, у нас многие школьники сдают экзамены, да, и тоже бывают такие проблемные ситуации. Даже, наверное, больше с учителями, которые говорят, что вы не сдадите, ну, такая тяжелая мотивация, да, так сказать. Как вот здесь правильно поступать, чтобы ребенок не сломался? Ну, во-первых, верить в ребенка, что у него все получится, вне зависимости, да, у меня сейчас дочь тоже 11 класс заканчивает, и тоже мы переживаем эти все моменты. Поддерживать в любом случае, да, у детей прямо эмоционально очень это проявляется, и настрой, к сожалению, то, что ЕГЭ сложно, то, что ты не сдашь, и то, что у тебя не получится. Но самое главное, ну, ЕГЭ – это не смысл жизни. Главное – состояние ребенка эмоциональное, поэтому поддерживайте его, говорите, что все получится. Ну, если возникают проблемы, конечно, нужно обращаться к психологу, потому что эмоциональное состояние бывает разное у детей в этой ситуации. Ну, а то за последнее время сколько у вас было именно консультаций, связанных с экзаменами, например? Вот с экзаменами как-то меньше ко мне обращались, больше все-таки вот дошкольный, младший, школьный возраст, дети, как-то я с ними больше работаю, вот, ну, человека два, наверное, вот по этому вопросу. У нас есть специалисты, которые вот занимаются больше со старшей классикой, как-то я вот дошкольный, младший, школьный возраст больше. Ну, а примером, можете статистику сказать, сколько к вам там за последний месяц обращались за неделю, ну, образ, например? За неделю? Ну, за неделю, наверное, около 10 консультаций вот уже мне было. Ну, то есть все вот эти темы, проблемы… Да, разные темы. Актуальные достаточно и решаемые. Самое главное, это все решаемое. Дети будут довольны в школе. Конечно, это самое главное, чтобы ребенок был счастлив, чтобы он рос в любви, а все остальное решаемое. На этом наше время к большому сожалению. Подходит к концу. Думаю, для многих это интервью было полезным. И у родителей, у детей не будет проблем с первым классом и в школе в дальнейшем.